Эфир губернии 33 продолжает программу на всю Владимирскую. Здравствуйте! О вещах, необходимых в зимний период, как правильно выбрать и какие меры предосторожности следует соблюдать, сегодня поговорим в нашем эфире, сегодня в нашей студии. Заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального Роспотребнадзора Ирина Голубева и заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Марселя Хабибульна. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Ирина Анатольевна, наверное, начнем разговор с вами с такого продукта, как необходимого для автомобилистов, в первую очередь, продукта, стеклоомывающей жидкости или попросту незамерзайка. Как в нашей области, начнем с такого общего вопроса, контролируется такой продукт, как стеклоомывающая жидкость? Ну, специального контроля периодичного такого у нас не бывает, но с наступлением зимнего периода, конечно, внимание уделяется качеству стеклоомывающей жидкости, то есть проводятся рейды. А вообще, с 2016 года Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека уставила требование постоянного контроля вот этой продукции. И поэтому время от времени у нас проводятся рейды, и мы отбираем пробы, отправляем их в лабораторию, получаем результаты. Вот все-таки расскажите о ситуации на рынке. Много ли продукции на территории Владимирской области, не соответствуют требованиям? В настоящее время количество такой продукции уменьшилось, но тем не менее, все равно остается эта продукция на прилавках. И вот с чем это связано? Это связано, конечно, со стоимостью продукции, с доступностью ее. Нужно понимать, что стеклоомывающая жидкость, которая содержит метанол, в разы дешевле той жидкости, которая содержит изопропиловый спирт. Поэтому и производители, и потребители этой продукции, они, конечно, стремятся одни произвести, другие приобрести продукцию гораздо дешевле. Кроме этого, изопропиловый спирт у нас обладает ярко выраженным запахом, и поэтому некоторые потребители просто пугаются вот этого запаха, да, считают, что это более токсичный продукт, чем жидкость на основе метанола. При этом картина совершенно обратная. Метанол – это токсичная жидкость, и уже давно всем известно, что количество ее, для того, чтобы умереть, необходимо всего 30 грамм. Тяжелое отравление, которое сопровождается слепотой, это 5-10 грамм. И ту продукцию, которую мы выявляем с содержанием метанола, она, как правило, содержит от 20 до 50, а иногда и до 70 процентов метанола. Потому что чем больше метанола в этой жидкости, тем ее эффективность выше. Мы, конечно, стараемся бороться с такой продукцией, но, тем не менее, она все равно присутствует на наших прилавках, и жители нашего города и области могут это отметить. Но вот в Роспотребнадзоре часто встречают такие случаи, часто попадаются? Вот я уже сказала, что контроль начался с конца 2016 года, и на протяжении 2017 года такая продукция очень часто встречалась. Именно с превышением содержания метанола. И в такой продукции, как, например, стеклоомывающая жидкость «Тайфун», производителем которого является город Москва, стеклоомывающая жидкость «Айсберг», производителем является город Нижний Новгород, «Блеск», «Полярная ночь». Самая популярная, наверное, это жидкость «Зимняя дорога» или «Винтеррод», который «Минус 30», очень часто встречается. Производителем этой жидкости является также город Москва, юридический адрес этой фирмы в городе Москве. А фактический адрес на этикетке был указан как поселок Балакирево Александровского района. Но при... То есть, когда мы в продаже обнаружили эту жидкость, естественно, мы пытались найти производителя этой жидкости. По этому адресу производитель жидкости был не найден, о чем мы, конечно же, сообщаем правоохранительные органы. И таких предприятий у нас тоже очень много. Мы их называем предприятием «Фантомы». У нас на территории города Владимира очень часто встречалась жидкость производства ООО «Вертикаль», которая была зарегистрирована на улице Студионная гора, дом 36, и ООО «Зодиак», которая зарегистрирована на улице Девической, дом 9. При этом данное предприятие, поэтому адресам также не были найдены. В последнее время, вот уже большей частью, появились новые такие производители. ООО «Эвион», который зарегистрирован в городе Москве, а фактически адрес был указан в городе Гусьхрустальный. ООО «Мастер Аква», также москвичи, адрес производства указан в городе Ковров. Есть еще одна организация, которая зарегистрирована у нас в городе Владимире на улице Производства, это ООО «Акрос», а адрес производства находится в Московской области. Но мы находимся в тесной взаимосвязи с управлением Роспотребнадзора в других регионах, постоянно сообщаем им информацию при выявлении вот такой продукции, которая юридическое лицо производителей, которые находятся в другом регионе. Обмениваемся этой информацией, но выявлять реально вот таких производителей очень-очень сложно. Ну, это уже дело не нашей организации. Мы направляем такие сведения в УВД и в Следственный комитет. Они уже принимают меры. Ирина Анатольевна, вот такой вопрос созрел. В ходе проверок, как оказалось, зависит ли качество стеклоомывающей жидкости от места, где ее продают? То есть продают ее на трассах, например, продают на заправках, продают в специализированных магазинах. Вот количество нарушений, выявленных, зависело ли от места, где продают жидкости? Конечно. Это практически в прямой зависимости находится, потому что, конечно, больше такая продукция встречается на трассе именно М7. Может встречаться на заправках, потому что они тоже располагаются близко к таким магистралям. В специализированных магазинах такое встречается реже. То есть, как вывод, безопаснее все-таки магазины покупать? Часто водители, выбирая стеклоомывающую жидкость, ориентируются действительно на запах. Вы уже сказали, что не всегда действительно это нужно. Но все-таки как по запаху? Можно ли выбрать стеклоомывающую жидкость? Ну, запах – это, конечно, очень условный такой показатель. Потому что часто очень даже в стеклоомывающей жидкости с метанолом используются какие-то отдушки. Ну, это такие пиар-ходы, наверное. Добавки бывают какие-то фруктовые. Добавки какие-то, которые снижают неприятный запах, кстати, из-за пропилового спирта. А такие отдушки добавляются, чтобы больше люди покупали. Просто людям нравится такой запах. И все-таки по запаху сориентироваться очень сложно. Конечно, нужно смотреть по качеству и по стоимости. Большей частью это стоимость этого продукта. Как правило, жидкость с метанолом будет стоить от 80 до 120 рублей. Чем дешевле, тем она будет некачественная. Вообще, это понятно, это проверка Роспотребнадзора. А от самих автомобилистов жалобы поступают на некачественную стекломывающую жидкость? Первое время было такое, да. И приносили нам канистры с стекломывающей жидкостью. В последнее время практически не бывает такого. Ну, может быть, в какой-то степени психологический момент, да, прошел такой вот этап, когда люди пугались, да. Сейчас очень много информации и в средствах массовой информации о том, что, ну, в общем-то, вроде бы как мы же не пьем этот метанол, да, вместе с стекломывающей жидкостью. Это просто техническая жидкость, да, и, может быть, это действительно безопасно. И потом начинается сравнение, да, по качеству, как она ведет себя на стекле, как при омывании стекла. И, в общем, людям-то, наверное, не очень она отличается от жидкости с содержанием изопропилового спирта. Но она дешевле. Она просто дешевле. Вот вы правильно сказали, что мы все-таки эту жидкость не пьем, но все-таки не все люди используют техническую жидкость по назначению. Были ли случаи отравления в нашей области, может быть, даже печальные летальные исходы? Ну, ситуация с метанолом очень серьезно обстояла, и все об этом знают, в Иркутской области. К счастью, там эту жидкость нашли не в стекломывающей жидкости, а именно в спиртосодержащей жидкости, которую продавали через вендинговые аппараты в небольших расфасовках. И тогда действительно число погибших достигло до 70 человек. Отравление именно стекломывающей жидкости у нас практически не регистрируется, но бывают сообщения, но, как правило, они не подтверждаются. Ну, и, соответственно, мы сейчас все стали люди просвещенные, поэтому и люди стараются, конечно, потреблять хороший алкоголь. Это редко бывает, что кто-то вот именно использует ее в качестве напитка. Но такое бывает. Единственное, что подтверждение мы пока еще не получали. Ежегодно, да, я так понимаю, проводятся мониторинги. Да, ежегодно. Где можно узнать результаты этих мониторингов? Вот как раз с начала сезона на сайтах Управления Роспотребнадзора, не только нашей области, но и других сайтах, на сайтах Федеральной службы, появляется такая информация о количествах проверок, о результатах проверок из стекломывающей жидкости. И как раз выявляется перечень продукции с названием, с указанием производителя ее. Это все можно у нас найти на сайте. Ирина Анатольевна, если все-таки у покупателя возникли вопросы по качеству стекломывающей жидкости, какие документы он может и может ли потребовать у продавца? Ну, что касается людей, которые покупают ее оптом, я не рекомендовала бы покупать стекломывающую жидкость на трассе, как это часто бывает. Мы приходим с проверкой к юридическому лицу и спрашиваем, где вы приобрели такую партию. Они говорят, мы приобрели ее в «Газеле» на трассе МСИ. Конечно, естественно, опять же, здесь основным аргументом покупки такой жидкости будет стоимость ее. Но тем не менее, чтобы избежать потом административных санкций в виде штрафов, потерь финансовых каких-то, необходимо либо запросить товарно-транспортную накладную, чтобы знать, кто ваш все-таки поставщик, заключить с ними договор, лучше бы, если бы это было, и, конечно, спросить свидетельства о государственной регистрации на эту продукцию. Эта продукция подлежит государственной регистрации. Если все-таки автомобилист приобрел некачественную жидкость, куда ему обращаться? Потребитель может обратиться напрямую в испытательный лабораторный центр, аккредитованный в этой области. Одним из таких центров является наш центр гигиенопедемиологии на улице Токарево в городе Владимире. В районах у нас есть также их филиалы, туда можно обратиться, или к нам в управление Роспотребнадзора. В принципе, телефон интернет все доступен. Да, телефон, горячая линия всегда у нас доступна. Это касается одного вида зимнего необходимого продукта. Спасибо за советы ценные. В зимнее время немаловажно выбрать еще один товар. Товар более дорогостоящий, так скажем, больше все-таки для женской части населения. Марселя Минировна, поговорим с вами о таком товаре, как шуб. С началом зимы в большинстве магазинов предлагают покупателям различные акции на меховые изделия. На что следует обращать внимание при выборе такого товара, как шуба меховая? В настоящее время требования к меховым изделиям у нас регламентируются техническим регламентом Таможенного союза о безопасности легкой промышленности, законом Российской Федерации о защите прав потребителей, правилами продажи отдельных видов товаров, а также правилами реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками по товарной позиции предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха. В соответствии с этими нормативными документами маркировка должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. На маркировке в обязательном порядке должна быть информация о наименовании изделия, наименовании страны изготовителя, о наименовании изготовителя и его юридическом адресе, размер изделия и даты изготовления. Для меховой продукции также обязательна информация о виде меха и способе его обработки. Также должны сопровождаться символами по уходу за изделием меховые изделия, а при необходимости продавец также должен предоставить инструкцию по уходу в процессе эксплуатации изделия. На данный момент также вся продукция у нас, меховые изделия, они маркируются контрольно-идентификационными знаками, так называемыми кизами. Это бланки строгой отчетности с элементами защиты от подделки. На данный момент есть два цвета этих кизов, это красные и зеленые. Красный киз говорит о том, что эта продукция ввезена на территорию Российской Федерации из других государств. Зеленый киз — это продукция, которая изготовлена на территории Российской Федерации. Про эти кизы действительно немало говорят. Сама покупательница может визуально найти его на шобе, либо он вшит как-то внутрь. Как его найти на шобе? Конечно, это бланки строгой отчетности, они очень хорошо видны на маркировке. Они прикрепляются либо к петельке шубного изделия, либо на вшивном ярлыке. Но закреплены очень хорошо эти контрольные знаки. Любой покупатель, придя в магазин, если скачать приложение мобильное на телефон, то он при покупке этого товара в магазине, отсканировав киз, он может определить все движение этого товара от производителя до продавца. Ну и также узнать основные характеристики этого изделия. Если такого ярлычка нет, естественно, получается, что продукт некачественный. Если нет контрольно-идентификационного знака, то по большей степени вероятности эта продукция контрафактная. Ну и можно, конечно, усомниться в качестве безопасности такой продукции. В таком случае нужно ли жаловаться даже хотя бы в Роспотребнадзор? Да, обязательно. То есть незамедлительно звонить, не ждать, пока магазин... Не звонить, конечно, лучше написать письменную претензию. Для этого специалисты выйдут на место, посмотрят, проверят. Насколько часто проводятся проверки организаций, которые занимаются продажей шуб? Ну, на данный момент у нас есть приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. И на основании этого приказа проводятся внеплановые проверки всех организаций, осуществляющих реализацию меховых изделий. По итогам таких проверок было уже выявлено в случае некачественных поддельных шуб? Были выявлены, да. Приняты меры, я так понимаю, да? Да, и приняты меры. Вот такой вопрос еще. По городам часто ездят ярмарки, предлагающие шубы тоже по различным акциям либо заниженным ценам. Вот стоит ли все-таки доверять таким ярмаркам, поскольку сегодня они в одном городе, завтра в другом. И как все-таки найти продавца, если действительно шуба оказалась некачественной, а ярмарка уехала? Ну, давайте вернемся все-таки, что та продукция, которая продается на этих ярмарках, она также должна иметь маркировку, также должна быть маркирована кизами. И по кизу можно определить и продавца, и производителя. Ну, конечно, есть большой риск при покупке изделий на таких ярмарках, потому что продавец сегодня есть, завтра его нет. И найти его не всегда удается. Если это изделие произведено на территории Российской Федерации, то, конечно, можно обратиться уже к производителю этого изделия с претензиями. Вы сказали, что не удается найти. Почему продавца не удается периодически найти? По каким причинам? Фирма не зарегистрирована или какой-то адрес же есть? Все равно юридически. Ну, по разным причинам, да. Потому что продавец сегодня приехал, он предоставил информацию, и не всегда возможно проверить, насколько достоверна эта информация о продавце. Спасибо вам большое за интересную и полезную информацию в преддверии наступления холодов. Надеюсь, что наши телезрители вальс пользуются полезными советами. Напоминаю, сегодня в студии были заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального распотребнадзора Ирина Голубева и заместитель начальника отдела защиты прав потребителей также регионального распотребнадзора Хабибулина Марселя. Запись эфира можете найти на нашем сайте trc33.ru. Там же и все актуальные новости о губернии 33. Сегодня в студии была Екатерина Глазкова. Спасибо за внимание. До свидания.